Здравствуйте! Мы сегодня будем говорить о таком очень передовом разделе современной техники, ну прям таком передовом, у которого уже появилось устаревшее название. Устаревшее название такое нуклеоника, нюкле, ядра, нуклеоника. Как электроника, электронная техника, так и нуклеоника, ядерная техника. Вот о ядерной технике, ядерных технологиях сегодня пойдет речь. Краткое напоминание, о чем пойдет речь. Была открыта природная радиоактивность. Оказывается, радиоактивные материалы излучали некие лучи. Были эти некие лучи весьма проникающими везде. Проникали через бумагу. Помните, так впервые, как нам рассказывают, опыт, как Беккерель открыл радиоактивность. Он делал опыты с кристаллами, содержащими уран, и он их на люминесценцию изучал. Ну, фотографировал вот эту вот люминесценцию. Ну, вообще говоря, вот этот уран и все, кто принадлежат к области, к разряду актиноидов, вот, или лантаноидов, да, они вот две, после такие переходные группы элементов в химической таблице Манделеева, да, актиноиды, актиниды и лантониды. Так вот, лантониды, это вот у нас то, что покрывают иногда экраны электронно-лучевых трубок, чтобы они излучали люминесирование. У них очень много незаполненных уровней энергии, значит, в нижних, в не самом верхнем слое электронном. А и то же самое у актиноидов или актинидов, которым принадлежал уран. Так вот, положивший кусок урана, урановой руды, простите, ну, то есть, кристалл, содержащий уран, на упаковку с фотопластинками, он его забыл. Он забыл, француз, господи боже мой, это не немец какой, француз. Он забыл, экспонирована эта пластинка или не экспонирована, то есть, сфотографировал на нее или не фотографировал. И он решил на всякий случай проявить. И проявил, и увидел там, как бы, отпечаток этого куска руды, да, куска вот этого вот урана, содержащего порода. Вообще говоря, в наших школьных учебниках вот эту историческую фотографию нам всегда приводили. Вот первое фото Беккереля вот в невидимых глазу проникающих лучах, да. Быстро выяснено, что лучи бывают трех типов. Бывают, так сказать, какие-то нейтральные лучи, гамма-лучи их назвали. Бывают положительно заряженные, альфа-лучи их назвали. И бывает заряженные отрицательно. Бета-лучи их назвали. Но если бы они еще немножко потерпели, они бы открыли бы еще и бета-плюс лучи, да, которые положительно заряжены, но такие же, как бета. Видите, вот тут они отклоняются по-разному. Бета-частицы, они состоят из электронов, поэтому легенькие очень и хорошо закручиваются в магнитном поле. Альфа-частицы не так сильно, но тоже отклоняются с магнитным полем, причем в другую сторону. Бета-плюс лучи, они бы отклонялись бы уже не вправо тут, как на рисунке, а влево, и тоже так бы сильно бы закручивались. Это положительно заряженные электроны или, как потом оказалось, антиэлектроны. Это мы с вами когда-то проходили по физике. А гамма-лучи это, в общем-то говоря, очень высокоэнергетические кванты электромагнитного излучения. Их называют гамма-частицами или гамма-лучами. Вот. Вот и все, что я вам сказал. Краткое содержание. Между прочим, с электронами, фактически с теми же бета-лучами, делались опыты в свое время. Вот это вот такая вот трубка, да, трубка вакуумная, к которой прикреплен магнит. Видите, вот снизу это магнит. И в этой вакуумной трубке, значит, ускоряется некий пучок электронов. Он должен лететь так, как вот пунктир проведет, да. Вот. От отрицательного электрода, катода, к положительному, к аноду. Вот. И можно еще перед этим анодом поставить некий лиминицирующий или, так как бы, сцинтилирующий экран, который будет светиться под действием пучка. Еще можно этим сцинтиллятором покрыть нижнюю часть трубочки, да. Ну вот. И вот оказывается, вот это вот магнитное поле искривляет движение электронов. Ну вот, собственно говоря, на этих фактах, да, еще один факт, тормозное излучение, да, но это потом, основывается вся ядерная физика, да. Все вот это... Ее таким словом называют ядерная физика. Да, называют так. Ядерная физика и физика элементарных частиц. Потому что, в принципе, то, о чем мы сейчас говорили, речь идет о неких элементарных частицах. Хотя альфа-частицы — это, на самом деле, ядро атома гелия, и так вот элементарной частицей не является. Это все-таки ядро атома гелия. Вот. Вот они вот себя так вот ведут, отклоняются в магнитном поле, появились ускорители, да, в которых можно ускорять, например, электроны. Электроны — это очень полезное дело. Например, электрон, когда после того, как его разогнать, резко затормозить, дает мощное... Ну, не мощное, а просто дает, скажем так, тормозное излучение, так называемое. Здесь такой вот эффект физики элементарных частиц. Если заряженная частица тормозится, она излучает вперед, в основном, так, в конус впереди себя, значит, рентгеновское излучение. Ну, в зависимости от того, какая частица, может и оптические, в конце концов, изучать. Это датчик, да, это называется, знаете как, это называется счетчик Гейгера, по большому счету. Хотя его, хотя можно и назвать и по-другому. Но по большому счету счетчик Гейгера. Вот, смотри, через окошечко сюда, в этот счетчик Гейгера попадают частицы. Вот сверху такая, как звездочка такая нарисована, это вот источник радиоактивного излучения. И через окошечко это радиоактивное излучение попадает внутрь металлической трубочки. А там, внутри металлической трубочки, натянута нить. Нить отрицательно, положительно заряжена, а все, что вот, эта трубочка отрицательно заряжена, достаточно толстенькая. Да, чтобы вот, чтобы прошли туда, через это тоненькое окошечко, из чего-то тоненького дела. Сейчас это, так сказать, майларовое окошечко, или, как мы говорим, лавсановое, да? Полиэтилен-терефталатное, да? Вот, тоненькая-тоненькая пленочка. Лавсан — это наше название, российское. Лаборатория высококумулярных соединений Академии наук. Майлар — это дюпоновская, фирма Дюпона вот так называла, когда изобрела одновременно с нашей лабораторией. Ну, а вот полиэтилен-терефталат, этого химического названия, то, из чего делают бутылки вот эти вот для воды, вот, пластмассовые. Вот, а это тоненькая пленочка такая, на обычной ядерщике называют майлар. И вот через него проходит частичка и оставляет в газе след, ионизирует. Пролетает заряженная частица через газ, ионизирует его, и там происходит электрический пробой. Ну, либо просто щелк, значит, пролетела частица, щелк, значит, происходит электрический счетчик. Это называется счетчик Гейгера. Вообще, счетчик Гейгера и Мюллера, но о Мюллере как-то забыли, вплоть до фильма «17 мгновений весны». А там был Мюллер, симпатяга Броневой его играл. Ну, и поэтому, значит, вспомнили Сталин свой счетчик Гейгера и Мюллера. Я вам на полном серьезе это рассказываю. Я как раз в то время в институте учился. Как раз, когда это вспомнили, что он был счетчик Гейгера и Мюллера. Вот. Ну, кстати говоря, также может быть устроен и пропорциональный счетчик. Он работает таким образом, что ток, прошедший через эту камеру, он пропорционален энергии, которая потеряна этой частичкой. То есть надо так вот в счетчик Гейгера просто пробой возникает, щелк, ну, одна и та же энергия. А тут ток, прошедший через камеру, пропорционален тому, сколько наследия частички осталось зарядиков, как сильно она ионизировала воздух. Это называется пропорциональный счетчик или пропорциональный счетчик, пропорциональная камера можно назвать. Вот такие вот дела. Так я что хочу сказать-то. Первое применение, пожалуй, положительное, это было рентгеновское излучение. Тормозное излучение электронов, не обязательно его ускорять в циклотроне каком-нибудь, можно просто вот в трубочке. Вот она, старинная картинка, показывающая, значит, как в рентгеновской лаборатории смотрят. Вот она, две лампы, две лампы рентгеновские. Одна почему-то где-то над животом висит у пациента, а другая под ногами стоит. И врач-рентгенолог рассматривает вот через такой тубус, да, такие тубусы обычно надевали раньше на осциллографы, чтобы слабенькое свечение экрана смотреть. А там у него экранчик сантилирующий, который сантилирует в зависимости от того, значит, как там проходит излучение через его ноги, да. Но сейчас-то, ну, сейчас-то, наверное, вообще-то не используют. Сейчас в электронное изображение сразу превращают, да. Можно фотографировать на рентгеновскую пленку, все это дело, да. Долгое время так вот смотрели люди, рентгенологи, вот как мы дышим. Легкие-легкие, работа желудка, когда нужно было что-то поворачивать нас там, да. Чтобы желудок разглядеть, приходилось нам глотать соединение бария, вот чтобы мы по этому, значит, вот видно было, нет ли там у нас в желудке каких-нибудь дефектов. В общем, вот препаративное занятие такое. Но самое противное оно было для рентгенологов, потому что рентгенологи в нашем тогдашнем мире были самые облучаемые люди, да. Вот физики-ядерщики и разные сотрудники атомных электростанций, ядерных полигонов против них очень мало получали. В основном вот от таких вот последствий облучения страдали вот рентгенологи, потому что они, ну, я думаю, что сейчас так же. Потому что они всегда хватали самую большую дозу. Вот стоит вот, тут вы стоите, вас облучают, а тут он перед этим сентеллирующим экраном, с этими резиновыми перчатками, у которого резина не простая, а с добавлением, так сказать, свинца, вот соединение свинца, вот вас хватает за бока холодными руками. Вы еще пищите, а ему надо посмотреть вас, да. Вот такие дела. Настоящая ядерная физика в нашем представлении, это то, что связано с ядерным оружием, с атомными бомбами и с ядерными реакторами. Сейчас объясню, в чем тут дело. Краткое содержание, опять же, вот ядерно-физически всех этих вещей, больно уж физическая такая вот техника-то, ядерно-физическая. Дело в том, что атомное ядро — это как капелька. Капелька очень тяжелой заряженной ядерной материи. Капелька воды, капелька воды собирается в капельку, особенно в невесомости. Почему? Потому что отдельная молекула друг к другу притягивает. Помните Чебурашки? Они же отрицательно заряжены с мордочкой, положительно заряжены ушки. Ушки, их брюшка, ушки, к мордочке, соседние притягиваются. Вот они друг к другу, соседние притягиваются. Дальние это не замечают друг друга, на ближние притягиваются. А то же самое происходит с нуклонами в ядре, то есть протонами и нейтронами. У них между ними действуют какие-то силы, которые так обычно называют сильные силы или силы внутриядерного взаимодействия. Сильное взаимодействие, так его называют. Эти сильные силы действуют на коротком расстоянии. А на большом расстоянии действует уже отталкивание между протонами. Для того, чтобы собрать в одну капельку, просто так они не слипнутся, они же отталкиваются. Их надо очень сильно друг другом сдавить. То есть большая температура нужна. Вот когда-то при синтезе этих элементов в звездах, вот такая температура была, и происходил термоядерный синтез. Выделялась энергия. Энергия выделялась. Я вам про это говорил. А когда уж совсем звезда взрывалась и проваливалась внутрь себя, как говорится, проваливалась внутрь себя, то есть изнутри уже ее не распирала энергия синтеза, не выделялась тепло. Она вся в железо 56 превратилась. Вот после этого железа 56 уже синтез прекращался с выделением тепла. Мог идти, пожалуйста, уже с поглощением энергии, когда на нее обваливается. Вот при этих взрывах и образовался в том числе и уран. Такая вот перегруженная вещь. Вот если его разбить на две капли, выделится энергия. И вообще любое ядро, которое тяжелее феррума 56, железо 56, значит, в принципе говоря, оно уже, ну, это... Можно бы выделить энергию при желании. Вот. Так вот, посмотрите. Это называется барьер. Энергетический барьер. Капельку, чтобы разорвать, к ней нужно предложить энергию. Вот так вот растянуть ее, так, видите, как бы в гантельку такую превратили ее в две капли, да? На это придется потратить энергию. А потом, ба-бах, когда они в две, два, два осколка, так говорят, но не осколки, опять же две капли ядра появляются, выделяется энергия. Видите, потенциальной энергии оказывается меньше, чем была в начале. Нужно бы эту энергию потратить на деформацию ядра, потом она произойдет. И, в общем-то, это происходит следующим образом. Вот так картинка обычно рисует. Откуда взять энергию ядру? Вот по ядру что-то ударило. Вот эта черная точка, ударившая в ядро, это нейтрон. Ба-бах, ядро сдеформировалось от такого обращения и разорвалось на два ядрышка, которые еще при этом масса мелких капелек возникла. Это просто нейтроны полетели. Вот. Ну и остались два возбужденных ядра, сильно радиоактивные, излучают, что попало, кто бета-плюс, кто бета-минус частицы, кто сгоряча альфа-частицы излучает, кто гамма-кванты. В общем, это, так сказать, радиоактивные отходы. Вот это оно. Это они. Вот. Ну, а это вот картинка, как это, так сказать, мультик такой. Вот смотрите-ка, я сейчас буду переключать, а он будет любоваться, да? Вот оно тяжелое, нестабильное ядро. Например, ядро урана. По нему ба-бах, нейтрон подлетает. Раз, ударил. Тык-тык-тык-тык. И пошла цепная реакция. Я вот верну немножко назад. Смотрите-ка. Цепная реакция. Вот, произошло одно деление, полетело несколько нейтронов. Оно, кстати, несколько бывает, но в среднем около трех где-то нейтронов. И ударило по трем другим ядрам. Те ядра разделились, еще полетели нейтроны, следующие цепочки. И так, значительная часть этих самых нейтронов, ядер будет разделена, да? Поделится, да? Это вот они, это вот называется ядерный взрыв. Или ядерная цепная реакция. В общем, тут же не написано, что взрыв или реакция. Вот что-то такое вот происходит. Я вам скажу следующую вещь про эти вот всякие цепные реакции. Открытие фундаментальное было совершено нашими академиками. Нет, простите, физиками, тогда еще простыми физиками. Петр Жак и Флеров в 30-е годы открыли спонтанное деление ядер урана. Оказывается, совсем не обязательно было по ядру урана бить нейтроном, который нужно еще было где-то сгенерировать. Достаточно было просто подождать, оно само по себе распадается. Бывает, начинает и разрывается. И все. Вот, и нейтроны полетели. И вот если много-много-много-много урана собрать этих атомов, критическую массу, эти нейтроны, которые в случае вот этого спонтанного самопроизвольного деления появляются, они будут размножаться, и будет ядерный взрыв. Вот. Вот так вот было изобретено, собственно говоря, ядерное оружие. И, в общем-то, огромным чудом является то, что удалось сделать еще ядерный реактор. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что, если бы существовали только вот эти вот нейтроны, которые тут есть, называются они мгновенные нейтроны, то можно было бы устроить только цепную реакцию ядерного взрыва. А вот когда у нас идет деление ядер, потихоньку, что называется, разделилось ядро, вот полетели эти вот нейтроны и улетели из реактора, не создали цепной реакции. Ну, то есть, какие-то провзаимодействовали, но вот это вот лавины вот это не создали. И создаст лавину, это взрыв, все, это разнесет, этот реактор окажется не реактором, а атомной бомбой. А существуют еще так называемые запаздывающие нейтроны. Некоторые нейтроны, которые вылетают несколько позже из осколочков этих. И вот эти вот запаздывающие нейтроны по времени, они и дают возможность осуществлять управляемую ядерную реакцию. Вот что получилось. Кстати говоря, и в природе иногда осуществлялась управляемая ядерная реакция. Когда-то давным-давно, когда количество вот этого изотопа урана, который подвергается делениям таким вот тепловыми нейтронами, было очень много, больше, чем сейчас, он короткоживущий, относительно, да, миллиарды лет у него период полураспада, относительно много, то где-то на месторождении в Габоне теперешнем, у местечка теперешнего Акло, вот где-то там в горной породе при попадании туда воды замедлителя, деление тепловыми нейтронами. А тепловой нейтрон, это когда вот этот быстрый нейтрон, испущенный ядром, он должен еще охладиться, ударяется о молекулы воды или другие атомы, а ядра атомов, входящих в состав воды, конструкционных материалов там и так далее, порода вот этой, охладился и бум, вот уже захватывается, с кем происходит деление, вот это вот оно. Да, вот оно, какое-то время природный реактор работал, нагревалась вода, он высыхал, выключался, натекала вода, начинала работать, высыхал, выключался, да, вот такой вот эффект интересный был. Ну, а это вот типичная схема реактора. У нас реактор называется вот атомный реактор, химический реактор, а в американской практике принято его называть кучей, пайл, пайл-бокс-технология, технология ядерного реактора, да, ядерного бокса, вот это котла, видите, это здоровущая-здоровущая емкость, которая находится в той или иной форме, значит, делящееся вещество, тем или иным способом, чередующиеся с замедлителем. Есть множество разных таких идей по поводу этих конструкций, вот, самых-самых-самых разных, самых-самых-самых удивительных. Есть идеи, например, реактора, который работает на жидком ядерном топливе, то есть раствор солей урана вместе с замедлителем с водой попадает внутрь реактора. Тут он накапливается в большом количестве, нагревается, и дальше выходит уже по трубе, там уже реакция прекращается, и он, значит, нагревает теплоноситель какой-нибудь, да. В конце концов, он может так сильно нагреваться, что вылетает сзади сопла, и получается реактивный двигатель, да, правда, какой-то жидкостный, да, ну вот такая вот идея есть, да, создание ядерных реакторов. Разделяет вообще, это называется гомогенный реактор, однородный. Бывает еще гетерогенный, там, где делящееся вещество и замедлитель разделены, да. Это вот наиболее типичная вещь. Водяные реакторы на воде. Кстати говоря, первые, в общем, на заре ядерной техники очень популярны были реакторы на тяжелой воде. Диетерий-2О. Поэтому вот шла борьба, скажем, за вот эту тяжелую воду. Во время Второй мировой войны тяжеловодный реактор пытались создать в Германии. Немецкие, значит, физики-ядерщики. И для того, чтобы они не могли получить тяжелую воду в нужном количестве, она производилась в Европе, только в Норвегии, вот специально была спецоперация проведена, по-моему, британскими диверсантами, которые уничтожили в Норвегии единственный такой завод. Вот. Вот лишили их возможности сделать тяжеловодный реактор. Почему на тяжелой воде? Потому что протон и нейтрон, что будет? Диетерий. То есть, вот эта вот обычная вода в какой-то степени вероятности захватывает нейтрон. А Диетерий все уже не захватывает. Сечения захвата меньше. Он может, в принципе, говоря, так разговаривать, захватить. Тогда получит тритий, да? Но тритий обычно другим путем получает. Так вот, из природного урана нужно было выделить уран, который подвергался делению. Тотовой затоп. Как разделить? Первая идея разделения была, как в масс-спектрографе или масс-спектрометре. Вот. С левой стороны, вот у нас два электрода. С левой стороны источник, справа коллектор. Под напряжением находится. Вот ионизированные атомы урана, то есть уже ионы урана, ускоряются электрическим полем слева, значит, отрицательные. А справа анод, слева катод. Вылетают в магнитное поле. Они все с одинаковой энергии вылетели, но более легкие летят по траекториям большего размера, а более тяжелые по траекториям меньшего размера. Собираются в разных местах. Вот такая вот идея разделения изотопов. Это очень тяжелый способ разделения изотопов. Иногда в старое время так вот говорят, что физики-ядерщики, значит, ядерное оружие придумали. Нет, не физики-ядерщики придумали ядерное оружие, а те, кто придумал, как разделить изотопы. Обогащение урана – это очень важная, стратегически важная вещь. Сейчас вам расскажу, как это делается. Ну, вы, конечно, сами сделать атомную бомбу не сумеете, поэтому про это все и знают. Есть много разных способов разделения изотопов. Самое популярное – это вот придуман был в свое время в Германии и в Советском Союзе. Ну, наверное, можно сказать, одновременно придуман, потому что такими вещами обычно не делились друг с другом. Это противоборствующая держава. Он называется центрифугирование. Это как, знаете, вот в больнице берут анализ мочи или крови и хотят осадить то, что есть, ну, скажем, в моче. Эту вот маленькую пробирочку крутят с большой скоростью в центрифуге. Вот такая центрифуга небольшая, а воет там, ну, не слышно, там глушитель, конечно, стоит. Вот. И оседает все вот под действием этого центрифуги. Большая перегрузка получает центробежная сила. Вот. Тяжелое оседает, легкое всплывает. Так вот, то же самое здесь происходит. Берется не просто уран, а газовое, газообразное летучее вещество – уран в ТОР-6. И вот этот уран в ТОР-6 – это газ. И его-то и крутят в такой центрифуге. И тяжелые изотопы оседают, легкие остаются. Вот так происходит разделение изотопов. Значит, это можно делать по-разному. Значит, тяжелые хуже проходят, чем легкие через мембрану. А эти вот, пожалуйста, можно показать картинку. Это вот такую вот технологию исповедуют, скажем, так сказать, американские производители, так сказать, обогащенного урана, да? Дивижется, значит, с носителем вместе газ. И вот, значит, нужно обогащать легким изотопом. Тяжелый изотоп вот хуже диффундирует, да? Вот разделяемая газовая смесь подается справа вот в этот вот объект, да? Через диафрагму, значит, проходят преимущественно, значит, легкие, да? Вот они, их больше проходит в одну сторону, чем в другую. Потому что здесь теплее, горячее, и они лучше проходят. Но эту процедуру надо многократно повторять. И через эти пористые перегородки. Первую пористую перегородку сделали, говорят, с помощью какого-то клише для фотографии, вот, которую в журнале печатали. Взяли какую-то красивую фотографию с красивой девушкой. И вот из нее, вот, те тиражеры, это клише с маленькими дырочками сделали фотографию. Есть и другие способы. Там, значит, сочетается центрифугирование с диффузией, да? Всяких точек. Это огромные циклопические сооружения, да? Это вот одна такая батарея. Вообще, это завод целый. Вот видите, вот, его обязательно видно из космоса. Хоть центрифугированием вы получаете, хоть вот таким вот разделением. Это огромные площади. Поэтому, так сказать, сделать так, чтобы мировое общественное мнение не узнало, что какая-то страна X начинает производство, значит, ядерного оружия. Это невозможно. Это невозможно. Вот. Значит, что происходит в ядерном котле? Да, вот, как говорится, ядерный котел. Такое старомодное название. А я бы сказал, ядерный реактор, да? Это более правильно. Или, значит, пайлбокс, куча. Вот. В этой самой куче происходит деление ядер урана, выделение тепла. Это тепло можно напрямую использовать. Как? Ну, вообще говоря, можно, например, использовать его для отопления. И действительно, долгое время, об этом сейчас уже пишут открытые печати, город Томск обогревался вот этой теплой водой, которая шла с реакторов размножителей, что такое размножители, я скажу, которые шли из города, который рядом с ним был, Томск какой-то там, 7, кажется, его называли условно. Такие номерные города были в советское время. Атака Атомского называли. Томск, Атомск, да? Вот. Там было производство не по обогащению, а по производству плутония. В ядерном реакторе при делении урана образуется еще и плутония. Да, вот они накапливали. А плутония это химически другое вещество, чем уран, поэтому его отделить можно. Вот такой вот ядерно-химический комбинат. Это, кстати, вид сверху на одну из конструкций ядерного реактора, кстати говоря. А вот это очень важный объект. Это тепловыделяющие элементы. Вернее, сборки твэлов, сборки тепловыделяющих элементов. Много-много-много трубочек, почти как в паровозном котле. Это вот так вот в разрезе. В каждой трубочке находятся таблетки из окислей урана. Да? Из окислей урана. Вот. Окислей урана в таблеточках там находятся. Почему в таблеточках, а не металлические куски, я вам сейчас объясню. Дело в том, что когда происходит деление, уран-то ведь превращается во что? В осколки свои. И сами понимаете, что вот этот вот кусок урана металлический, он быстро очень просто рассыплется, развалится. Слышали про такую оловянную чуму? Не слышали? Я вам сейчас скажу. К ядерной физике не имеет никакого отношения. Олово. Замечательная вещь. Из нее делают оловянных солдатиков. И вот олово при охлаждении ниже, по-моему, температуры 13 градусов, кажется. Оно может находиться в другом кристаллическом состоянии. В другой вид кристаллической решетки. При этом он занимает больший объем. Ну, при 13 градусов Цельсия эта реакция идет очень медленно. А вот при отрицательных температурах, там минус что-нибудь 30, она начинает идти очень быстро, стремительно. Ей только бы начаться, и все, она все рассыпается. Это приводит к превращению олово в труху. Ну, вы не представляете, если оловом припаять контакты в радиоприемнике, они все в труху превратятся. Поэтому просто чисто моловом паять нельзя. Паяют, значит, смесями всякими, которые оловянной чуме не подвергнуты. Коллекция оловянных солдатиков в музее Суворова Александра Васильевича в Петербурге погибла. Вот рассыпавшись в труху. Вот представляете, как жалко, да? Вот коллекция оловянных солдатиков. Велки-палки, да? Вот. Сказал он все правду. Так вот, то же самое превратится и уран. А так как это уже все равно не уран, а окисел урана, ну и так таблетки. Ну, рассыпется, рассыпется, и бог с ним. Вот. Но при всем при этом в нем накапливаются всякие не только продукты деления, но и в результате захвата ураном нейтронов образуется плутоний. Да? Вот. Плутоний. Вот. В любом случае, в этих вот тепловыделяющих сборках, так называют тепловыделяющая сборка из твелов, тепловыделяющий элемент, это важнейшая часть, скажем, ядерно-энергетического цикла. Да? Дело в том, что вот как вот для угольной станции главный уголь, да? А вот для ядерной станции вот это вот топливо, окиселурана, обогащенного причем. Вот. Чтобы он нормально делился. Происходят занятные вещи. Образуется очень много продуктов деления. Помните, я вам показываю, капельки такие вот эти там разрываются. А капельки разорвались как попало. И они оказались, обе эти капельки, очень далеки от дорожки бета-стабильных изотопов. То есть, это такая вот дорожка на графике, где количество нейтронов и количество протонов, например. Да? Вот. Они очень далеки от нее. И поэтому радиоактивно. Они хотят на нее перейти за счет бета-распадов. Вот они распадаются, распадаются. Получается возбуждение гамма-излучения. Электроны, позитроны летят. Страшное дело. Это может быть столетиями этот процесс может идти. Вот. Из одной стадии в другую. Очень радиоактивные вещи. Это вот, так скажем так, бич радиационных технологий. Потому что эти отходы, их надо постоянно хранить. Вот как отходы, скажем, угольной станции. Ну и как-то вот надо их где-то в кучку сложить, присыпать. Это вот будет вот все. Вот так и будет лежать. На нем потом город построят, когда усадку даст. Вот. Его можно, отходы угольной электростанции, можно еще превратить в некое связующее. Да? Вяжущими свойствами может обладать. Типа вот какого-то подобия цемента. Какая-то польза. А тут будет светить. Никуда не денешь. Излучать. Что делать? Вечно хранить. 100 тысяч лет хранить. А вы уверены, что 100 тысяч лет пролежит? Это надо сторож на 100 тысяч лет поставить. Это вот сейчас электростанция отработает несколько десятков лет, а потом 100 тысяч лет ее карауль, с ума сойти. Так невозможно. Что-то нужно делать. Что-то нужно делать принципиально. Есть всякие идеи. Есть идеи, например, вернуть эти изотопы на дорожку бета-чувствительных элементов. То есть бомбить их чем-нибудь. Протонами или нейтронами. И, значит, возвращать их на дорожку бета-стабильных изотопов. Это идея интересная, хорошая, но как-то не очень понятно, как ее осуществить. Была вообще смелая идея забрасывать эти контейнеры с радиоактивными отходами на Солнце. Ну, ракетная техника вещь замечательная. И как на нее физики ядерщики очень надеются всегда, но на самом деле ракеты падают иногда. Вот. И этого не избежать. Ну, вот. Надо как-то иметь в виду, что в случае падения, чтобы контейнер можно было спасти, чтобы он до Солнца. И потом на Солнце забрасывать. Это не каждый день получится. Что-то надо делать. Ну, самая, кстати говоря, хорошая технология. Это, кстати, вот вид снизу на крышу над ядерным реактором. Видите, вот бегает кран вот этот подъемный, который что-нибудь там вынимает или опускает при замене в топливо в реакторе. А это вот, знаете, что такое? Вот это вот, значит, нас всех спасет. Это называется тектит. Это такая не фотография, это картинка зарешованная. Кусочка природного стекла. Тектиты. Тектиты возникают при разного рода катаклизмах, при падении, скажем, метеоритов. Вот к нам иногда прилетают тектиты с Марса. На Марсе упал какой-нибудь астероид или метеорит, выбил вот эти вот, значит, часть породы марсианской, расплавилась от жары, превратилась в стекло, стекловалась, и полетела к нам через космос. Приобрело большую скорость, больше, чем вот скорость отрыва от Марса. Марс все-таки легче Земли. И прилетела к нам вот эти марсианские метеориты бывают, лунные метеориты. Вот на Земле находят. Вот это вот тектиты, говорят, с Марса. Ну и своего земного происхождения тектиты тоже бывают. Вот эти вот тектиты нас всех, по всей видимости, спасут. Дело в том, что если снизить, во-первых, уровень радиоактивности, каким образом? Ну, двумя образом. Первое, это просто дать им полежать, самые короткоживущие распадутся. А во-вторых, разбавить, смешать с чем-нибудь. Вот остекловывание вот этих радиоактивных отходов, ну, грубо говоря, смешать с песочком. Нагреть, остекловить, и у вас будет слабо радиоактивные отходы. Кстати говоря, самый радикальный метод борьбы с радиоактивными отходами – это их разведение. Вот представляете себе, перевести их в жидкое состояние, в раствор, да, и смешать с морской водой. Я вас умоляю, естественная радиоактивность Земли и земных пород во много раз превышает все то, что произвел человек. Только человек это все как-то в кучу произвел, а там это все рассеяно по всей Земле, да, вот. Ну, не одобряется эта идея разведения и спускания в мировой океан. Дело в том, что некоторые организмы выборочно что-то накапливают, да, и это что-то может оказаться радиоактивным. То есть они могут концентрировать радиоактивность. Вот мы, например, концентрируем стронце радиоактивный. До эпохи ядерных испытаний его в атмосфере не было, не было в наших костях. А теперь вот он в человеческих костях присутствует этот самый радиоактивный изотоп стронце. Вот. То есть нехорошо. А вот если вот разбавить не в воде, а вот в такой вот породе, да, еще сделать так, чтобы это все было там вот в эту, так сказать, в сетку, в мороженое. Я же вам рассказывал, что стекло – это сетчатый некий материал. Да вот в эту сетку его туда и заморозил. Оно же не растворится никогда. Разобили, растолкли, но все равно же оно осталось в твердой фазе, да. Не растворится. Никакие там эти, вот понимаете, организмы его не усвоят и не сконцентрируют, да. Кстати говоря, знаете, так сказать, табак, да, может быть, даже курите. Так вот, курить вредно. Еще и потому, что табак странным образом концентрирует радиоактивный элемент, допускай, полоний. Вот его совершенно ничтожное количество в природе находится. Он, в принципе говоря, это, наверное, один из первых элементов, которые были открыты, скажем так сказать, при изучении урановой руды Марии Складовска-Кюри, да. Такая франко-польская химик, она же физик, дважды лауреат Нобелевской премии. Вот, открыла его и назвала в честь своей родины Польша полоний. Вот. Так вот, табак его собирает немножко. И вот в этом вот одна из причин заболевания органов дыхания от курения, это вот то, что в дыме содержится полоний, да. Вот он облучает легкие. И все эти вот негативные явления, связанные вот от курения, в том числе и с присутствием альфа-активного изотопа. Очень нехорошо альфа-активные изотопы действуют на живой мир. Разрушают очень сильные клетки. Потому что длина пробега маленькая, энергия выделяет на маленьком участке. Рентгеновское излучение прошло насквозь, и все. Ну, так чуть-чуть про взаимодействует. Жестко, очень жестко. Вот. Так что не курить. Курить вредно. Еще и поэтому. Так, ну вот, вот тектиты нас должны выручить. Вот такое вот остекловывание, разбавление, вот. Вот. А потом надо просто где-то их аккуратненько захоронить, чтобы неповадно было кому-то их оттуда извлекать. Ну, вот единственное, что вдруг кому-то повадно будет, да. И вот, а что-то они тут долбить, толочь, растворять в кислоте какой-нибудь плавиковой, и выделять потом оттуда нужные им радиоактивные изотопы, концентрировать, и займутся там чем-то нехорошим с помощью этих изотопов. Вот это единственное, что только останавливает до конца. Так вот, что я вам хочу сказать. На картинку пока не смотрите. А ядерная энергия, это здорово. Но очень хочется, чтобы мы освоили энергию термоядерную, энергию термоядерного синтеза. Вода морей и океанов, это источник диетерия, да. И вот в термоядерных реакторах мы будем из двух ядер диетерии делать одно ядро гелия, при этом будет выделяться энергия, которую мы будем использовать, значит, в качестве, значит, вот источника чистой энергии. Гелий синтезируется, правда? А можно по-другому вопрос поставить. Можно, например, диетерий, это тяжелый водород, и третий, сверхтяжелый водород. Диетерия, это протон, нейтрон, а третий, это протоны, два нейтрона. Вместе собирать, при этом будут получаться гелий и нейтрон. А нейтрон можно использовать, ну, например, для накопления плутония, да, или вот для каких-то других. Ну, есть разные циклы, там, ториевые, так называемые циклы, из которых получается делящийся изотоп, а там уран-233 получается, вот такой тоже делящийся тепловым нейтроном изотоп. Вот. Вот. Как быть? Эта задача очень любопытна. Теперь давайте на картинку посмотрим. Управляемого термоядерного синтеза. Вот, к счастью, ничего подобного с западающим нейтроном здесь нет. Это вот различные области, значит, на шкале температура, плотность электронов, или, если хотите, протонов, они же вместе с ними в плазме, да, вот, которые должны создать те или иные установки. Это все необходимо для получения устойчивого термоядерного синтеза. Ну, пока, значит, с 50-х годов этого все ждут вот со дня на день. Ну, уже сейчас ждать перестали, и такое впечатление, что мы никогда не получим вот этого термоядерного источника энергии, да. Это, знаете, что такое? Это следы распадов в кристаллах, в естественных породах. Вот там что-то происходило, разрушалось, появлялись дефекты в кристаллической структуре, вот они есть. Это вот целый раздел ядерной физики живет тем, что занимается датировкой тех или иных объектов, да, геологических. Вот это вот называется ядерный коротаж, ядерный нейтронный коротаж опускается в скважину, источник нейтронов. И эти нейтроны опускаются вот в окружающую породу. Если эта порода содержит водород, вода или нефтепродукты, там, какие-то газ, то они будут хорошо отражаться. Вот они, как лампы выглядят, да. Это портативные источники нейтронов. В них разгоняются, значит, там частички, бросаются на мишень, да, и выделяется, соответственно, появляется поток нейтронов. Надо, главное, разбить бериллиевую мишень, там, например, пучком протонов. Вот он, ядерный, ядерный коротаж называется. Коротаж — это исследование, значит, окружающих скважину пород. Это, знаете, что такое? Вот, смотрите, черта — это пролетела частичка. Ядерный физик вообще этим очень любит заниматься, изучать всякие частички. А это набор электродов, между которыми разряд прошел. Вот так вот, это такой, теперь уже кажется примитивным трековым детектором. Трековый, чтобы показать трек. Разряды сразу можно оцифровывать и знать, между какими проволочками произошел, и сразу в компьютер загружать. Это казалось чудом, значит, в конце 70-х годов. А это тоже из конца 70-х годов фотография. Называется мионный калориметр. Огромное количество, значит, металла. Сверху из космоса прилетают к нам мионы, да? В этом металле с чем-нибудь взаимодействуют. И датчики вот регистрируют космические лучи, которые к нам из космоса прилетели. Вот. Ну, вот от них сидит, набирает статистика, какой-нибудь аспирант, наверное, да? Скоро кандидатом будет. А это вот очень важная вещь. Смотрите-ка. Из реактора атомного прилетают горячие нейтроны. Их тщательно охлаждают. Что значит охлаждают? Ну, мало того, что им дают замедлиться. Их, соответствующим образом, отражают на определенный угол. И под этим определенным углом они уже будут только достаточно холодными, обладающими. Ну, кстати говоря, можно просто, значит, времяпролетная методика. Да посмотрите на меня, сейчас вам покажу. Вот, представляете себе, через какую-нибудь заглушку открылась она, пролетел пучок нейтронов, да? И тут другая заглушка. Она откроется только в тот момент, когда пролетят самые холодные, медленные нейтроны. Так вот получают ультрахолодные нейтроны. УХН, так вот называют иногда. Эти ультрахолодные нейтроны – замечательный инструмент для всяких исследований. И именно с их помощью в значительной степени была изучена структура, например, белковых молекул. Как вот ее структуру белковых молекул изучить? Что рентгеновским излучением? Разрушим. И на электронном микроскопе? Разрушим. А вот ультрахолодный нейтрон, он летит. А ведь это волна-частица. Помните такую фразу, да? Дуализм – волна-частица. Нейтрон тоже, он с одной стороны волна, с другой частица. Если он будет лететь очень медленно, длина волны его будет сопоставима с размерами вот этих вот характерных элементов, входящих в состав белков, да? И вот так-то вот и изучили строение белков с помощью дифракции ультрахолодных нейтронов. Вот прошу любить и жаловать ядерную физику. Она приходит на помощь в самых невероятных местах. Что хотите можно мерить? Толщину бумажного листа ядерная физика меряет. Сколько пролетело через бумажный листик этих самых альфа-частиц, например. Давление в закрытом сосуде, пожалуйста, она померяется напролет и все. Чудеса. Всех благ вам, удачи, до свидания. Пока.